Всем привет! С вами снова Виктор Балец. Сегодняшняя тема очень интересная про Человинь. В Московской области и в Новой Москве строится очень много Человиньков. Также в Санкт-Петербурге и других российских городах. У меня всегда возникала в детстве такая мысль. Сам жил в частном секторе в Каражале. Улица Синная, 26. Можете сходить, посмотреть. У нас огромный был дом большой, без соседей. У нас огромные участки были. Двух сторон дом. Вообще дом был без соседей. Право и слево были большие огороды. С одной стороны был больше овощи росли, ягоды различные. А с другой был уже больше фруктовые деревья. И там подсобные хозяйства кроликов. Внутри были, в свое время даже хрюшки были. Корова была, когда еще был маленький. Курицы. Очень много такого домашней живности. И это все вырос вместе с этими животными. Маленькие кролики, представляете. Там тенчики, когда рождаются. И это совсем-совсем другая жизнь. Это не сравнить с этими человильниками, где люди живут в таких клетках. По 5-10 тысяч людей на одном квадратном. Поэтому меня всегда немножко удивляло то, что корожали очень много. Столько земли вокруг нас. В Казахстане было. Тысячи километров. Можно ехать по пустыне и не встретишь ни одного человека. И все равно они строили вот эти многоэтажные дома. Когда я был маленький, я этого не понимал вообще. В частном секторе намного лучше жить, когда у тебя дом. Ты выходишь утром на улицу. Вернее, во двор. У тебя цветы растут, деревья там. Везде фрукты, овощи. Все срываешь с грядки, ешь. Это в сто раз лучше, чем те люди, которые у нас жили в Каражале. В многоэтажках. И на балконе там. Естественно, ты ничего не вырастешь. И не у каждого был свой огород, этот приусадебный участок, коттеджи. Там, да, там было очень здорово и хорошо. Но это только избранные жили в этих коттеджах. А очень много населения корожало. Вы сами видите, эти заброшенные дома. Они жили в этих этажках. И, как правило, у них не было подсобного хозяйства никакого. И дети росли без животных домашних. Без вот этого тепла, вот этого и любви от животных. Живота, они дают очень много любви и тепла. Да, сегодня, может быть, кто-то из вас держит, имеет собачку или кошечку. А точно так же оно и другие животные домашние. Например, если кролики или нутрии у нас были, птенчики, птенцы, вот, курицы, утки, гуси и прочие дела. То есть, те, кто занимается хозяйством, он понимает, что это очень здорово, когда есть домашние животные. Ну, вот таким образом, да, людей загоняют в человейники. Хотя огромная территория, в той же Казахстане, в той же России, лежит такая пустая территория. Там можно было бы строить отдельные коттеджи, как одноэтажный мог бы быть Казахстан, как одноэтажная Америка, например. Или в Германии здесь тоже большинство людей живут в одноэтажных. Ну, имеется в виду один-два этажа, конечно. Но не в таких, не в человейниках. Человейники есть, пару домов было. Их сносят, наоборот, убирают, например, там, где в бывшем ГДРе было. И поэтому никто не хочет жить в человейниках. Все хотят жить на земле. И это очень здорово, жить на земле, а не на каком-то 20-м, 50-м этаже. Так, с вами был Виктор Балет. Эти вопросы, да, что касается Каражала и вот этих многоэтажек, меня всегда детстве немножко интересовало. Почему люди живут на пятом этаже, когда вот столько много земли, можно было бы жить в частном домике. Пить его там, или самому построить, у меня отец сам построил. И спокойно жить на земле, чтобы сад был, цветы было, чтобы классно было. Вот так у нас в детстве было, да. В частном секторе, в старом Каражале была супа, классная жизнь. А вот в новом городе, там, к сожалению, вот в этих этаж я ничего хорошего у них еще в детстве не видел. Ну, а сейчас с возрастом тем более. Поэтому призывая жить на земле, где-то искать свой участочек, построить небольшой домик. Тем более, что все это возможно, не обязательно дом должен быть большой. Но это намного-намного лучше жить на земле. Итак, с вами был Виктор Балет. Пока-пока. В следующий раз еще что-то интересное расскажу про Каражал.